я сегодня небольшую стирку устраивала и вот просто вам хочу показать я уже показывала у нас большая очень стиральная машинка lg и старенький драйер называется или сушилка но он работает поэтому мы его не меняем хоть он может быть и выглядит не презентабельно работает все в порядке сломается тогда уже мы выкупим и все высушилось плюс я кладу вот эту вещь добавляю это такие пропитанные ну как салфеточки что ли их назвать не знаю как кондиционер или в общем увлажнитель какой-то такой я парочку таких добавляю всегда во время сушки и белье тогда разглаживается и на нем нет никаких складок потому что белье я уже забыла когда я вообще всю одежду забыла когда гладила вот здесь вот у меня блузка моя я уже ее повесила вот вам просто покажу можно конечно ее еще погладить но честно говоря лень потому что сильно мятости незаметно и знаете одеваешь на один день один день поносил опять в стирку а это вот мужа рубашки ну тоже так вот камера показывает глазом они так сильно вот эти вот мятости не видны практически такая разглажено все хорошо это же один день он наделал и стирку кладет но здесь у нас носочки всегда лежат мои стука огромная и у мужа белый черный все по цветам и вот каждый день он меняет полностью полностью вся одежда новая чистенькая один день только носит любую одежду утром надел вечером снял все решила включить камеру пока буду разбирать все что у нас высохла и хочу сказать знаете это так удобно когда такая огромная хорошая сушилка и вот то что осталось салфеточки которые я добавляю вот эти вот они пропитаны чем-то таким как воском что ли и потом все это уходит а я ношу вот такие топики у меня много много вот таких топиков тоже каждый день свеженький топик на мне сейчас тоже топик розовый только я отказалась от бюстгальтеров и ношу только такие вот мягкие топики чтобы знаете никаких косточек нигде не было вот моя рубашка а ну или максимум бюстгальтер у меня очень мягкий тоже никаких металлических вставок косточек нет вот такой бюстгальтер мягкий мягкий такой вот такие я надевают но тоже как бы не часто редко вот такие нашу если уж куда-нибудь выходим то я надеваю бюстгальтер а дома только топики почему не знаю как вы а у меня после 40 лет еще в россии там я жила и у меня после бюстгальтера начала болеть грудь потому что целый день знаете такая форма все как бы ну держит конечно хорошо все красиво но без движения грудь мне кажется это вредно все и у меня грудь начала немножко болеть но я просто перестала надевать бюстгальтеры такие перешла на топики и как я вылечила мою грудь у меня вообще сейчас нет никаких проблем с грудью массаж каждый день сжимая зубы когда было больно у меня почему-то она опухла грудь я просто делала массаж сама ручной массаж каждый день разминала 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 но и у меня организм видимо очень крепкий и здоровый у меня все прошло наверное через две недели и все грудь восстановилась все стало нормально я еще знаете помню я еще помню я такую глупость сделала один раз знаете после 40 лет врачи рекомендуют делать маммографию а у нас я не хотела ее делать так что у меня в принципе никогда никаких проблем с грудью не было думаю зачем я буду это все делать вот но настояли врачи потому что мы на работе проходили медосмотр один раз в год обязательный медосмотр ведь у меня топики разных цветов ну и короче говоря обязательный медосмотр и включили вот эту маммографию это ужас был я короче пошла сделала вы знаете кто делал женщины да ваша грудь ее расплющивают с такой силой что это просто ужас короче я после этой маммографии вернулась домой у меня грудь опухла стала болеть и ровно месяц я вообще не знала что делать у меня болела так сильно грудь она у меня вообще было коснуться невозможно было этой груди я думаю нафиг это маммография что она дает и причем они мне там написали что да у вас тут много проблем у вас то все 5 10 я думаю блин особенно в россии медицина настолько мощная классная и сильная вот они просто себе находят как бы как вам сказать находят дураков на которые хотят зарабатывать деньги что ли я не пойму короче я не стала с этой болью даже к врачам обращаться а я опять же делала массаж делала такие теплые ванны для груди у меня через месяц слава богу все прошло восстановилась и никаких проблем нет у меня не со здоровьем ни с чем проблем нет но в россии вот навязывают сначала это все калечат а потом лечат так вот близко окно здесь глаза такие безликие получаются пустые глаза у меня хочу сколоснуть тарелку арбуз ела муж позвонил открылся новый ресторан у нас индийский так что сегодня сниму видео которое называется мук панк будем ужинать в индийском ресторане я сейчас быстренько собираюсь и еду в город включила машину но люди прогревают машину я наоборот и и охлаждаю но мне немножко внутри там жарковато ехать я сейчас ехала охладю по прохладнее внутри будет и поедем город надо не забыть заправиться я позавчера ездила в тихачапе забыла заправиться после ресторана надо будет заправиться обязательно